Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. В Башкортостане увеличили расходы на программу палеотивной медпомощи. Соответствующее постановление подписал глава региона Ради Хабиров. Документ продлевает действия программы до 2025 года. Постановлением увеличили финансирование мероприятий, связанных с оказанием палеотивной помощи. Общий объем финансирования программы за 6 лет составит 842,5 миллиона рублей, 730 миллионов из которых будут направлены из федерального бюджета. Кроме того, внесены изменения в основные целевые показатели эффективности. Так, доля пациентов, нуждающихся в палеотивной помощи и получивших ее в 2022 и 2023 годах уменьшена до 70%. В предыдущей редакции планировалось, что показатель в 2022 году составит 95%, а в 2023 – 90%. В 2024 и 2025 годах доля получивших палеотивную помощь пациентов должна достичь 90%. Отмечается, что к 2025 в Башкортостане должны быть созданы не менее 918 палеотивных коек, 25 из которых детские. В новом отделении кардиоцентра установят 5 ангиографов, разместят 10 операционных залов. Об этом рассказали радио Хабирова в ходе осмотра строительной площадки нового корпуса. Также главный врач кардиоцентра Ирина Николаева пояснила, что в новом здании будет 140 кардиохирургических коек. Отделение хирургии освободит занимаемую территорию и переедет в более комфортные условия. Здесь же разместится новая поликлиника для взрослых. Там будет большое приемное отделение, которое позволит разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Глава республики в ходе осмотра дал поручение отремонтировать и привести в порядок фасад действующего здания и благоустроить прилегающую территорию. Причины смертности у нас в России и в мире – это сердечно-сосудистые заболевания. Второе – это онкология. Соответственно, туда мы и направляемся, направлено в основные ресурсы. Вот здесь вот это несколько миллиардов рублей объект. Вот это здание, оно больше, чем предшествующее здание, в полтора раза предшествующее здание республиканского кардиоцентра. Но самое главное – это очень высокий технологичный уровень этого кардиоцентра, потому что здесь делают новые операции, новые технологии. Также в новом корпусе будут проводить не только такие операции, как трансплантацию сердца, но и сложные гибридные, которые помогут врачам спасти тысячи жизней. 2 миллиона 83 тысячи квадратных метров жилья возвели в Башкортостане за 8 месяцев года. По данным Росстата, это на 8% больше аналогичного периода 2022-го. В августе объем возведенного жилья составил 320 тысяч квадратов, что больше на 24%. В целом из 2 миллионов квадратов полтора построены населением, остальные – строительными организациями. В Минструе республики подчеркнули, что в прошлом году в Башкортостане установили рекорд и ввели свыше 3 миллионов квадратов. Из них 2 миллиона пришлись на индивидуальных застройщиков. Сейчас задача – нарастить объемы и завершить год с показателем не ниже уровня 2022-го. К 2030 году регион должен выйти на уровень ввода жилья в 4 миллиона квадратов в год. Для реализации этой задачи стройкомплекс уже готовит инфраструктуру для будущих застройщиков. В частности, в Уфимском Забелии, где в ближайшие 5-10 лет вырастут новые микрорайоны. В Башкортостане аренда жилья выгоднее приобретения ее в ипотеку. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса «Сравни». Исследования провели среди двухкомнатных квартир на вторичном рынке. Методика учитывает региональные ставки по ипотеке, среднюю процентную ставку по банковским вкладам, динамику роста цен на вторичное жилье и арендные платежи, а также стоимость ЖКУ в разных регионах России. Для расчетов использовались данные Центробанка, Росстата и другая статистика за последние 5-10 лет. В итоге выяснилось, что накопить на квартиру при аренде можно всего лишь в четырех российских регионах – Оренбургской области, Коми, Башкортостане и Сахалинской области. Основная причина – низкие арендные ставки в этих регионах по сравнению со стоимостью покупки квартиры. Среди других факторов относительно высокие ставки по ипотеке и рост стоимости квартир быстрее, чем арендные платы, но медленнее, чем в других регионах. В таких же регионах, где выгоднее снимать, например, можем рассмотреть Республику Коми. Средняя стоимость аренды составляет 19 тысяч рублей, а рост на аренду составляет всего лишь 2%. При этом стоимость квадратного метра составляет 74 тысячи рублей, и при этом стоимость квартиры растут на 6,5% в год. В остальных регионах, как я сказала, гораздо выгоднее брать ипотеку в связи с тем, что стоимость аренды жилья растет значительно выше, чем ставки на ипотеку. По данным аналитиков, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Башкортостане в июне этого года составила 83,5 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя же арендная плата за двухкомнатную квартиру в регионе – 22,5 тысячи. В предыдущие пять лет стоимость такой квартиры росла на 6% в год, а стоимость аренды – на 2%. Минтранс Башкортостана закупит 58 автобусов малого класса для небольших городов и сельских поселений. Начальная максимальная цена контракта – 252,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 26 сентября. Автобусы должны быть рассчитаны как минимум на 19 посадочных мест и выпущены не ранее этого года. Цвет транспортных средств – белый или светлых оттенков. Автобусы с механическим двигателем должны быть оснащены системой вызова экстренных служб «Эроглонас» и тахографом. Закупка финансируется за счет федерального казначейского кредита. Поставить автобусы необходимо в течение 60 дней с момента заключения контракта. Башкортостан получит казначейский кредит на 1,4 миллиона рублей. На эти средства республика планирует закупить 250 автобусов до конца этого года. Ранее Минтранс сообщал, что преимущественно будут приобретаться автобусы малого класса и новый подвижной состав направят на обслуживание населения малых городов и сельских поселений. За три года скорая экспортная помощь помогла нарастить реализацию товаров из Башкортостана за рубеж на 8,5 миллионов долларов. Об этом сообщили в Центре поддержки экспорта региона. Только в этом году продали товаров на 2,5 миллиона долларов. В рамках программы профильные специалисты уже 99 раз выезжали в районы республики для мониторинга экспортного потенциала предприятий и помощи для выхода на внешние рынки. Так, последняя поездка была в Туймазинский район. Там эксперты посетили 6 предприятий машиностроения, химпрома и бытовых товаров. Помимо методической составляющей, скорая экспортная помощь помогает привлечь субсидии на сертификацию и транспортировку продукции. Также был выявлен экспортный потенциал, экспортно-ориентированная продукция. Мы выявили один из потенциальных наших рынков для реализации. Это Казахстан, Узбекистан. Достаточно большим спросом пользуются продукции Башкортостана на этих рынках. И, соответственно, также выбрали участие в будущем году в строительных выставках, чтобы показать потенциал нашей республики и также качество продукции, которая выпускается в наших районах республики. Напомню, за последние 4 года власти Башкортостана оказали поддержку более чем 200 компаниям в части выхода на внешние рынки на общую сумму в 410 миллионов рублей. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК.